В Чувашии 270 тысяч несовершеннолетних. Этим летом дети остаются без присмотра взрослых. Пришкольные лагеря работают только в онлайн-формате. Загородные пока не открылись, спортивные секции не работают. Как уберечь подростков от возможных нарушений закона и не сделать их самих жертвами преступлений? Обсудили сегодня на координационном совещании в прокуратуре республики. В целом, статистика преступлений, совершенных подростками, дает право на оптимизм. Но есть районы, в которых необходимо усилить работу. На территории 11 районов республики наблюдается увеличение числа подростковой преступности. Резкая преступность возросла на территории Калининского района города Чебоксары, Цивильского и Козловского районов. По итогам пяти месяцев подростками совершено 114 преступлений против 140 за аналогичный период прошлого года. Если проанализировать, то более 70% преступлений связано с хищением чужого имущества. Свыше 15 преступлений – это преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Около 1200 детей стоят на учете в комиссии по делам несовершеннолетних. К ним должно быть особое внимание со стороны образовательных учреждений и социальных служб. Больше уже как поручение хочу попросить отстроить работу педагогов, психологов, социальных работников. Возможно, их гибкий график именно по выявлению детей, которые сегодня находятся дома. Во-первых, они погрязли. Совершенно очевидно сегодня в интернете их необходимо максимально вовлекать. И у нас есть такая хорошая практика. Сейчас педагоги должны выйти на места и проверить, в каких условиях дети оказались. Максимально их вовлечь в профильные лагеря, вовлечь их в дополнительное образование. Говорить с детьми о безопасном поведении и не оставлять малышей без присмотра – уже ответственность родителей. Безнадзорность приводит к несчастным случаям. Только от внешних причин в этом году погибли 14 несовершеннолетних. Как правило, гибель или травмирование детей происходит в результате несчастных случаев, либо неосторожных действий, бездействий близких, ввиду несоблюдения взрослыми общепринятых правил безопасности и предосторожности при уходе, присмотре за детьми. Чаще всего такие происшествия случаются на водоемах, дети выпадают из окон многоэтажных домов, погибают на пожарах, когда остаются одни. Десятки несовершеннолетних становятся жертвами преступлений. По итогам текущего года таких правонарушений против детей зарегистрировано 337. Наблюдается увеличение числа совершенных в отношении подростков насильственных именно преступлений. Это, конечно, нас очень беспокоит. Основными причинами являются, конечно, ненадлежащее исполнение родителями своих родительских обязанностей, отсутствие контроля за поведением детей, а также неэффективная работа субъектов профилактики. Работа по профилактике правонарушений и защите детей от преступлений будет усилена. В планах правоохранительных органов создание социальных роликов о безопасном поведении, героями которых станут сами дети. Татьяна Трофимова, Николай Скворцов, Республика.